Своё первое дело предприниматель Вилара Камалединова открыла 23 года назад. Начинала с продуктового магазина, спустя три года занялась бытовой химией. Дальше больше. Теперь вместе с мужем они держат два крупных магазина в Янауле. Не первый год супруги занимаются и добрыми делами. В трудную минуту помогают людям, оказавшимся в беде, погорельцам и, конечно, детям. Вот и на этот раз решили не оставаться в стороне и откликнулись на призыв о помощи. Вечером пришёл муж с работы, я ему предложила, я говорю, давай поможем. Есть дети, которые действительно голодуют, им нечего есть. Муж поддержал меня, мы созвонились с администрацией и таким образом помогли. Мы собрали продукты питания, коробочки и помогли этим семьям, нуждающимся. В небольшом кабинете ведущего специалиста управления образования Ильсой Архариддиновой ещё вчера было попросту не развернуться. Всё было заставлено коробками с провизией. Половину из них забрали директора сельских школ. Сегодня за сухим пайком приходят родители учеников городских школ. Хотя назвать этот набор сухим пайком сложно. В тяжёлой коробке самое необходимое – различные крупы, фрукты, тушёнка, сыр, подсолнечное масло, сладости. В данный период обеспечиваются продуктовыми наборами ребята из многодетных малообеспеченных семей, ребята, которые проживают в семьях в трудной жизненной ситуации, ребята СОВЗ и ребята-инвалиды. Они все еженедельно получают продуктовые наборы. И в этот трудный для нашей страны, для нашего района период нашлись индивидуальные предприниматели, которые помогают нам в этом. В частности, индивидуальный предприниматель Камалидинова Дела Рахибовна и Шерихметов Сирен Вумфирович. Они организовали подготовку продуктов набора. В данный момент они как раз в коробке и получают наши родители. Для 31 ребёнка из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Выражаем им большую благодарность за это. Многие родители и законные представители детей, получив увесистый набор, не скрывали своей радости и удивления. Ещё бы, получать помощь приятно всегда, особенно в такое непростое время, когда каждая копейка на счету. Мне вчера учительница позвонила, я даже не ожидала. В школе выдавали, но не так, конечно. Здесь вообще слов нету. Очень рада. Донесёте? Ну, постараюсь, наверное. Как-нибудь-то лучше. Как не донесёшь такое? Оказаться в трудной жизненной ситуации может каждый. И здесь главное не опускать руки. А когда рядом есть неравнодушные люди, готовые протянуть руку помощи, держаться, жить и верить в лучшее гораздо легче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова